Губернатор Курганской области Алексей Кокорин перед церемонией награждения рассказал журналистам о значимости данного мероприятия. У нас стало уже доброй традицией по итогам года подводить вот такие некие итоги всех лауреатов, номинантов, победителей в конкурсе «Славим человека труда» собирать в большом зале, чествовать. Это еще один из таких моментов, одно из мероприятий, которое позволяет в очередной раз напомнить о человеке труда, поднять статус человека труда. На церемонии награждения присутствовали не только те, кто стал лучшим в областных профессиональных соревнованиях. В мероприятии также приняли участие представители трудовых коллективов, профсоюзов, студенты и ветераны. Молодежь наша сейчас прекрасно работает. Не то, что ранечные были времена, что на полуторках ездили, а сейчас люди уже и с образованием у них выше, потому что техника сейчас очень прекрасная и нужна хорошая голова для того, чтобы разобраться со всей техникой этой. Для того, чтобы прийти к финалу, было проведено 20 состязаний по различным сферам производственной деятельности. Более 150 ведущих предприятий и учреждений области направили своих представителей для участия в областных конкурсах. И популяризация растет, и количество участвующих, и самое главное, что количество предприятий, желающих участвовать, выставлять своих конкурсантов, точно так же возрастает. Я хочу сказать, что у нас уровень молодежи, которая в последнее время поступила на крупные и средние предприятия, пусть не на много, но на 3,5% увеличилась как раз молодых людей, которые впервые сделали такой выбор. Всего же определили 40 победителей. Награды молодым профессионалам вручил губернатор Курганской области Алексей Кокорин, победителям областных конкурсов, руководителям профильных департаментов и управлений. Конкурсы профессионального мастерства направлены на привлечение внимания к рабочим специальностям, в том числе со стороны молодежи. За Урале активно участвуют в проекте «Славим человека труда». Уже в марте на территории Курганской области запланировано проведение трех окружных конкурсов. Михаил Котельников, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.